Бан! Блокировка аккаунта навечно! Бан! Всем привет! Уже завтра, 17 февраля, выходит крупное обновление с новым батл пассом, режимом арены, новым реликтом и прочими другими вещами. И сегодняшний ролик целиком и полностью записан с пиар сервера. Я предлагаю вам ознакомиться со всем тем, что скоро добавится в игру. Но подмечу, что некоторые вещи во время официального релиза могут отличаться от тех, что будут в ролике. Это такой обзор на обнову, я бы сказал, в лайв формате. Поэтому здесь будет мое первое впечатление, минимум монтажа, ну и максимум различных новинок в виде арены, нового реликта и само собой батл пасса. Поэтому присаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. В общем, всем еще раз привет, друзья. Сейчас мы находимся на пиар сервере. И предлагаю по порядку пройтись по тем обновлениям, по тем изменениям, которые нас ожидают в предстоящем обновлении в четверг 17 февраля. Этот ролик я записываю раньше, еще с пиар сервера, поэтому как у меня, так и у вас есть возможность посмотреть на предметы немножечко заранее. В общем, пройдемся по всем изменениям, по батл пассу, по рейтинговому режиму, посмотрим новый реликт, на что он там способен. Также покажу чертежи и другие ништяки, зная которые можно, ну, может где-нибудь немножечко что-то поднять там, ну вы поняли, пацаны. В общем, начинаем мы с батл пасса. Особо я зацикливаться, думаю, не буду на всем этом. Кстати, еще отмечу то, что в ролике будет по минимум монтажа и немножечко больше воды, чем обычно, поэтому готовьте аквариум. На первом уровне мы получаем автопушку. Автопушка это предшественник Джоуля. Не знаю, для любителей Джоуля, мне кажется, идеально, потому что все мы знаем, что Джоуль донатная штука, а это, получается, будет производиться на обычном станке. Ну, давайте чекнем урон, получается 10 урона с новой автопушки и 13 урона с Джоуля. В общем, не знаю, особо разбирать такие оружия по типу бирюзовой автопушки не стоит, приедет на лайф, я думаю, сами все пощупывайте. Также здесь идет кастомизация, монетки, купоны редкого станка, кстати, не помню, были ли в прошлом батлпассе купоны редкого станка, по-моему, нет. Это уже приколдесно, потому что это не какие-то там стабилизаторы, хотя стабилизаторы в батлпассе тоже есть. В общем, еще есть фара, я думаю, где-нибудь на фоне я там показываю, как она анимируется. Кстати, да, анимированная фара, прикольно для крафт-строителей, круто. Еще, что хочется отметить, это еще два улучшенных терма и того, если вы купите батлпасс, так сказать, 600 рублей кое-кому отдадите, то у вас будет три улучшенных автопушки. Это круто, потому что раньше давалось по одному экземпляру улучшенного вооружения, потом давалось по две, а сейчас дается вообще три. Дальше, скин на Шила, тоже прикольная тема, очень, так сказать, он футуристично выглядит. Тоже, я думаю, на фоне покажу, как это вблизи более детализировано смотрится. Наклейки, купоны и аватарки, я думаю, это просто на фоне где-нибудь вставлю, либо уже когда на лайф завтра приедет, посмотрите. Потому что, ну, я думаю, на этом смысла зацикливаться нету, тратить свое время. Что интересно, это новая ракета Тромбон. Вспомогательное оружие, механика его работы, как у гнезда. А урон, как у перка Мастодонта, так скажем. Эта ракета весит всего лишь две единицы энергии, и при этом она нагревает противника и наносит какой-то минимальный урон. В общем, смотрите, у меня есть такой вот билд. Я специально собрал крафт на море, потому что хочу протестить, работает ли данная ракетница с мором. Потому что, опять же, повторяю, она нагревает билд. И причем, чем дальше мы находимся от цели, тем точнее наши ракеты. То есть, вот, видите, да, всего лишь с четырех ракет нанеслось там порядка 130 урона. И при этом рак сильно нагрелся. То есть, знаете, такое вспомогательное оружие. Может быть, эту ракету надо будет с чем-то сочетать. А возможно, наоборот, ты будешь таким хелпером. И будешь нагревать для своих тиммейтов, которые, наверное, опять от ботов сольются. Но это абсолютно не важно. Давайте посмотрим, работает ли это с мором. Кстати, дистанция небольшая. Наверное, потому что у меня нет радара. Давайте я поставлю сейчас радар. В общем, я бахнул радар без энергии. Смотрите, да, дистанция, естественно, увеличилась. Давайте откатаем Перкмора. Перед этим я стрельнул просто так по билду. Да, вот, опять же, 200 урона белого. И при этом враг сильно нагрелся. Кстати, еще что хочется отметить. Ракеты вылетают без задержки. То есть, они вылетают сразу, как, допустим, с того же сверчка. Так, ладно, давайте активируем Перкмора. И сразу стреляем. Навряд ли, я думаю, что Перкмора работает на эту тему. Да, он не работает, потому что, если бы он работал на эти ракеты, то почему он не работает на Мастодонта. В общем, такие ракеты, думаю, прикольно будет покатать с ними на лайве. Посмотреть вообще, как они себя в ПВП ведут. Может быть, с чем-то их посочетать и так далее. Идем дальше. Что интересного следующее в Батл Пассе? Это, если на вот заготовочки. Давайте. Я думаю, на фоне я буду вставлять скриншоты рецептов тех или иных предметов, чтобы, опять же, на этом не тратить время. Далее, НК на Горбун. Тоже интересная НКшка, но, с другой стороны, не совсем не понятно, зачем еще одно НК на Горбун, когда на него уже есть НК донатное. Вот такое вот. Непонятно. Хотелось бы на какую-нибудь другую кабину, допустим, НК, на которой не было. А, возможно, даже и на оружие, на какой-нибудь там цунами. Но, что стоит подметить, то, что Горбун выглядит офигенно. На самом деле, он смотрится красиво. Куда лучше, чем дефолтный Горбун. Не скажу, что красивее, чем Горбун, который с опустошителей. Все-таки немножко разные кабины. Допустим, Горбун с опустошителей, он анимированный. Ну, на вкус и цвет, как говорится. Также монетки. Не знаю, в конце, может быть, я посчитаю, сколько дают монеток. Чтобы вы понимали, у меня есть ролик про все батлпассы, которые были в игре. И там я посчитал, что в среднем с каждого батлпасса примерно 1100 монет выходит. Был единственный только батлпасс с цирком, который привез нам всего лишь 800 монет. Также заготовочки, краски, стройматериалы. Да, кто-то ими пользуется, отпишитесь в комментариях. Заготовка на дробитель. Получается, тоже все рецепты, я думаю, будут на ваших экранах. И НК на квант. Да, вот это абсолютно новая НК в стиле гладиаторских боев. Младший брат кабины эхо. Такое чувство. Выглядит красиво. Не знаю, кто квантом пользуется. Возможно, кто-то пользуется. Следующее, что хочется отметить, это новый легендарный дрон. Работает он так же, как и Яо Куай. Извиняюсь, конечно, если неправильно. В общем, работает он так же, как и вот этот фиолетовый дрон Синдиката. Что хочется подметить у этого дрона, это расход энергии. Всего лишь 4 единицы, когда у того же Яо Угая, может быть, так скажем, предшественника, 5 единиц энергии. То есть, я бы сказал, что этот легендарный дрон более юзабельный. Также давайте, наверное, расскажу сначала о механике его работы. Получается, вы его выпускаете. Дрон, если не видит цель, заходит в инвиз и стоит в инвизе, пока в его зоне видимости не окажется какой-либо враг. Затем дрон активируется, присасывается к врагу, наносит какой-то незначительный урон и затем взрывается. Давайте посмотрим на нем в тест-драйве. Я немножко покатался и могу сказать то, что, ну, выглядит интересно. Выглядит интересно. Давайте сначала просто пробный, так сказать, запуск. То есть, вот, дрон сразу находит цель, по идее, и на нее переключается. Наносит постепенно какой-то дамаг и затем взрывается. Интересно, он забатится в сферу поглощения? Да, дрон забатил в сферу поглощения. Видите, по 30 урон наносит и затем взрывается. То есть, где-то взрывается он на 300 урона. Что хочется отметить, то, что, естественно, он работает с кабиной ЗОВ, которая предназначена для дронов. И еще я не знаю, я реально не знаю, сколько можно дронов выпустить. Потому что я вот в гараже покатался, потестил немного перед тем, как записать этот ролик. Естественно, на большинство вещей я смотрю впервые, так же, как и вы. Поэтому, когда все на лайв приедет, возможно, где-то более подробнее разберемся. А тем временем я уже выпустил 4 таких дроны. И причем, прошу заметить, какая быстрая у этого всего дела перезарядка. То есть, перезаряжается оно достаточно быстро. Уже 6 дронов у нас висит. И, я не знаю... А, вот, один сломался. То есть, по сути, максимум 6 дронов можно выпустить. Но все равно, прикиньте, 6 дронов по 300 урона, если враг мимо проедет. Но это много, это много. 6 дронов по 300 урона практически... Ну, 1800 урона, по идее. В общем, ребят, я наспамил 4 дрона. Не стал выпускать 6, потому что после 6 они начинают крашиться. И натолкнул врага сюда. То есть, сразу, смотрите, присасываются 4 дрона. Знаете, в чем минус? В том, что, вроде, когда детонирует первый дрон, он сбивает сплэшем детали, на которые прикреплены другие дроны. И, чтобы это протестить, нужно какая-то более, так сказать, жирная цель. В общем, ребята, продолжаем тесте. Сейчас я, по счастливой случайности, на пиар-сервере встретил Лоренса. Ссылочку на его канал оставлю в описании. И я решил еще более глобально, так сказать, протестить дрон. Взял 3 штуки. Сейчас я их запущу. И после этого, я думаю, Лоренс по ним проедет. И посмотрим вообще, что из этого получится. Так, давайте я буду их сюда пускать. И, наверное, потом ему по команде напишу go. Так, все, я ему написал, чтобы он ехал. И, по идее, они должны сейчас выходить из визы. Да, вот так по очереди присасываются. Но, слушайте. Полторы тысячи всего лишь. Не так много, как ожидалось, на самом деле. И, мне кажется, дроны друг к другу немножко руинят все-таки. Потому что они прикрепляются к деталям. К одной, допустим, детали. И первый дрон, который детонирует, он сбивает эту деталь. И, соответственно, всех тех дронов, которые еще не успели детонировать. Не думаю, что это будет такая же бака, как аннигиляторы. Но посмотрим, когда приедет это уже все дело на лайв. Кстати, забыл рассказать о апах. Прочность, время перезарядки и скорость преследования врага дроном. Кстати, новый такой ап. Еще, по-моему, нигде, никогда в игре такого не было. Также дают дрона две штуки. Наверное, если бы давали три, это было бы слишком халявно. Дальше, опять же, стабилизаторы. Мне кажется, разработчикам нужно немножечко пересмотреть тему со стабилизаторами. Потому что, ну, их и так овер до хрена дается везде. Вот у меня на основе 120 или 130 синих стабилизаторов. Из них там можно кучу переработать. Купоны. Легендарная станка, в принципе, полезная вещь. Заготовка на ассемблер. Кстати, по-моему, недавно она была в игре. Если что, мне подправьте. Также заготовки на гриф. Естественно, все рецепты я вам фоном на видосе вставлю. Следующее, что хочется подметить, это скин на искру. Насколько я покатался, посмотрел, выглядит офигенно. Вообще не спорю, круто. Но, опять же, нет никакой анимации выстрела. Возможно, для кого-то это покажется лишним. Но вот мне, допустим, как и в случае с Гелиусом, хочется какой-нибудь, ну, может быть, другого цвета, может быть, другой молнии. Небольшое самовнушение есть, как будто бы что-то немного изменяется. Можете сами посмотреть, написать в комменты вообще, как есть, изменения нет. Следующая новая штука, это кабина Адрон. Новая легендарная кабина, очень с интересным перком. Уменьшает время перезарядки всего оружия на 15%, а затем складывает его и поровну распределяет между всеми орудиями, кроме револьверов. Распределение не может ускорить перезарядку больше, чем на 40%. В общем, вот так вот это все выглядит. У меня на крафте есть Тайфун, есть Судья. Мы стреляем, и получается перезарядочка Тайфуна и Судьи приравенится к какому-то там среднему значению. И да, действительно ощутимо то, что Тайфун перезаряжается быстрее. Я, как игрок, бывший на этой пушке и нынешней Муцнамке, могу сказать то, что оно чувствуется. И, кстати, на стриме у разработчиков был очень хороший пример того, как работает перк этой кабины вместе там со скрапами и с дамками. В моем случае сейчас стоят Тайфуны и дамка. То есть, смотрите, я стреляю, и прям ощутимо, ощутимо быстрее. Хотя, кстати, знаете, такое чувство, будто бы оно быстрее, чем с Судьей, либо же так же, как с Судьей. Потому что, опять же, как я понял, Тайфуны не могут ускоряться быстрее, чем вот это вот ограничение в 40%. Но работает перк этой кабины прикольнее всего, мне кажется, со скрапами. Просто посмотрите, насколько прям быстро КД со скрапами. И если на крафте установлена дамка. Понятно, что этот сетап навряд ли будет играться где-то в КВ, потому что, если мы ставим два скрапа, одну дамку и маховик, то у нас даже энергии не остается на какой-нибудь двигатель. По форм-фактору эта кабина похожа на увеличенный квант. Вот такие вот у нее характеристики. Давайте, наверное, сравним с самым ближайшим конкурентом. Это какой-нибудь созерцатель, который тоже много кто юзает на тех же Тайфунах, либо Скорпионах, если мы говорим про КВ. Улучшается она на предельную массу и минус массу. И в самом конце, после кабины, у нас идут различные заготовки. Например, заготовка на грифон, целых две штуки. Затем расширители склада, хранилище чертежей. Тоже идет заготовка на новую кабину Адрон. Также декорация в твой гараж. Ну и стандартно, уже после завершения всех основных уровней батл пасса, за каждый новый тебе будет даваться по 20 монет. Что, кстати, хочется отметить, это станок батл пасса. То есть, напоминаю, допустим, в прошлом батл пассе здесь можно было улучшить какие-то предметы на определенные перки. Ну то есть, стандартный станок с улучшениями для предметов, которые ранее были в каких-либо батл пассах. В прошлом батл пассе святые моторы, можно было точно апнуть затворник, можно было апнуть огневку, ну и так далее. Здесь же пока что ничего нету. Да, стоит подметить то, что это пиар сервер и возможно что-то еще добавится. Даже перки на улучшения, которые я показал, возможно изменятся. И поэтому уж точно нужно чекать это на лайве и уже читать в патчноуте. Ну, я думаю, по батл пассам все. Пробежались мы по самым основным и интересным предметам с этого боевого пропуска. Как только это приедет на лайв, я думаю, обязательно в четверг я запущу стрим. Все это еще более детально посмотрим, почитаем патчноут и так далее. Следующее нововведение, которое ожидает нас в этот четверг, это новый режим арены. Делится он на два формата. Арена обычная и арена рейтинговая. Здесь вы сражаетесь за рейтинг, получаете очки и меняете лиги посредством этих очков. В обычной арене просто так же, как и в обычном пвп, ходите и получаете награды. Что хочется отметить, бои здесь проходят по системе Best of 5, то бишь до трех побед. Также между раундами у вас есть возможность выбирать крафты, здесь есть специальные слоты для чертежей. И самое важное, был стрим по этому режиму где-то неделю назад, так что ссылочка будет в описании. Там мы на протяжении полутора часов показывали геймплей всего этого режима, также отвечали на некоторые вопросы. Поэтому сейчас мы, наверное, просто пробежимся по наградам и перейдем к реликту. В общем, награды. Здесь такая же штука, как и в батл пассе, то бишь вы фармите очки опыта в режиме арены и получаете награды. Здесь вы получаете различного рода предметы, допустим, купоны, значки механиков. Также можете получить очки опыта для батл пасса, тоже полезная штука. Еще среди наград арены есть различные заготовки, некоторые из них, кстати, были и в прошлом батл пассе. Ну и, пожалуй, самое основное, это уже заранее заготовленные чертежи. Тоже прокачиваете уровень арены, набиваете очки опыта и за каждый левел там получаете различные машинки. Важно подметить то, что эти машинки можно использовать только лишь в режиме арены. Вот в этих вот как раз-таки слотах, которые можно забить различными чертежами. То есть, вот мы можем этот убрать и добавить, допустим, почему-то не могу добавить. Почему? Только вот этого. А, потому что у меня не прокачан уровень. Да, я не мог добавить, потому что у меня, видите, не прокачан уровень. Далее, второй формат арены, это арена рейтинг. Здесь уже сражаются по большей части за рейтинг. Также есть награды, различный декор, там баннеры. Ну, как вы видите, да, награды не такие сочные, как, допустим, в обычной арене. Не знаю, будет ли засчитываться, допустим, прогресс вот в этот уровень, если ты катаешь рейтинговую арену. Кстати, стоит подметить то, что, со слов разработчиков, рейтинговая арена, она выйдет немножко попозже, чем обычная. Поэтому, как приедет на лайв, так все точно чекаем. И, наверное, последнее крупное нововведение, которое ожидает нас в предстоящем обновлении, это новый реликтовый пиломет. Называется он потрошитель. Одна штука занимает 5 энергии. Прочность у этого всего дела 484. Это такой дискомет, который за один выстрел выпускает сразу 3 диска. При этом есть перк, который гласит нам о том, что диски временно застревают в объектах окружения и наносят увеличенный урон от столкновений. То есть, допустим, если мы стрельнули диском в пол, он здесь застревает. И, по идее, если противник на него наезжает, он получает повышенный урон от столкновений. При этом не думайте, что это какой-то крупный урон. Во всяком случае, на пиар-сервере он не такой большой. Вроде бы всего лишь 10 единиц. Это еще я сейчас протестирую. А сейчас давайте, наверное, все-таки посмотрим на урон. С одного пиломета мы наносим 300 урона в кабину. То есть, вот видите, да, 300. И получается на крафт максимум можно установить 3 штуки. И 900 урона с 3 штук у нас вылетает. При этом диски у этого оружия, во-первых, имеют неплохой такой импульс. Я не знаю, ой, да. И неплохой урон тоже они имеют. Да, импульс крафты может откинуть. То есть, смотрите, наподобие, знаете, какого-нибудь штыря. Может быть, что-то среднее между штырем и иглобрюхом, я бы сказал. Возможно, против миликов будет удобно. Также диски имеют баллистику. То есть, допустим, вот так, я не знаю. Да, вот, видели. Да, я немножечко выше взял автобусы и попал ровно по боеукладкам. Диски, со слов разработчиков, это отдельный физический объект. То есть, на него можно наехать. Но он, кстати, быстро ломается. Еще, как я понял, диски могут лететь по касательной крагу. То есть, если не все попали, либо еще что-либо случилось. Потому что, вот видите, да, я стрельнул по крафту. И два диска приземлились в землю. И один попал по детали. В общем, оружие интересное. Сейчас еще пару минут, я думаю, потестим его в бою. Кстати, рецепт производства вы видите на своих экранах. Для его производства нужна одна фортуна и один арбитр. Ну, и, само собой, руда. В общем, вот мы зашли в свой бой. И давайте посмотрим вообще, как, допустим, будет работать вот этот увеличенный урон от столкновений. Если пилу ты кидаешь на землю. То есть, вот я выпустил из трех штук. Ну, сейчас Лоренс сломал их копьями. Так. А если наедть боком? То, кстати, вообще урона не вылетело, по-моему. И они быстро сломались. Давайте, давайте я пробую прям под раму кинуть куда-нибудь. Ну, вот, во-первых, мы дали ему урон. Механика выстрела схожа, как будто ты стреляешь с кого-нибудь скорпиона, либо с иглобрюха. Но при этом у тебя просто больше снаряд. То есть, больше площадь поражения. Мне кажется, будет играться прикольно. То есть, мне можно будет вырывать врагу раму. Вот, опять же, стрельнул Лоренсу под крафт. Прямо в самый центр. И при этом он на него наехал. И там не больше 20 урона вылетело. Урон и столкновение действительно маленький. Возможно, это как-то будет дорабатываться. Либо так и рассчитывалось. Но при этом рама срезается неплохо. Также вот, допустим, урон в кабину. Блин, мне кажется, на каких-нибудь ховерах будет прикольно на этом всем деле поиграть. Так, кинь в землю написал. Ну-ка. Ага, они и скрой ломаются. Понял. А так, раму резать можно круто. На самом деле, на каких-нибудь ховерах я бы с удовольствием это все дело протестил. И мне кажется, про каких-нибудь милишек будет играться круто. Правда, всего лишь 500 хп на вот такой вот размер оружия. Наверняка это будет шотаться с карпом. Возможно, тайфуном выбиваться и так далее. Но в любом случае, это все еще пиар-сервер. Это все еще первый взгляд. Поэтому, возможно, я поменяю свое мнение. Так сказать, оформлю переобовочку чуть попозже, когда это все уже будет тестироваться на лайв-сервере. В общем, такой получился реликт. Как мне показалось, он достаточно сильный. Потестили мы его в своем бою. У него неплохое пробитие. Плюс 900 урона с трех штук в кабину. А я думаю, все-таки на трех штуках будет играть. Хотя, в принципе, и даже с двух этих потрошителей 600 урона в кабинет неплохо. Это уже больше, чем у Скорпиона. Конечно, перк, грубо говоря, отсутствует. 10 урона от касания. Это, конечно же, очень мало. Это почти ничего. Но в целом, посмотрим на это оружие еще получше в рамках реальных боев и реальных ситуаций. Такой получился ролик. Как я сказал, это мой первый взгляд на обновление. К тому же еще и на пиар-сервере. Ну, а если кто-то захочет посмотреть на второй взгляд всего этого дела, то приглашаю в четверг на стрим. Надеюсь, вам было приятно ознакомиться со всеми нововведениями, что в ближайшем будущем нас ожидают. Пусть даже и не в привычном для моего канала формате. Ну, а на этом у меня точно все. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok